Кошелёк! Кошелёк! Какой кошелёк? На, обыщи. Обыщи, обыщи. И вон там в левом кармане. Чей кошелёк? Мой, мой кошелёк! Так, все видели? Оформляй изъятие. Прошу вас, пройдёмте. Граждане, товарищи, ну что такое делать-то? Ведь это он, Мельтон Поганый. Он сунул мне кошелёк по входу в карман. Сволочуга! Такая... Сволочуга. Рассказываю, как на духу. Вчера в 12 ночи иду. Дождь, как из ведра. Темень, холод, ветер в лицо. В соплях весь. Иду лужа. Обхожу, лежит кошелёк. В нём 10 тысяч долларов. Записка. Нашедшего прошу вернуть. Номер телефона. Первая мысль была, надо подождать. Человек вернётся. Мозг через систему нервов даёт команду организму стоять на месте. Организм отвечает мозгу. Шёл бы ты. И побежал. То есть выяснилось, что при 10 тысячах долларов в кармане организм может жить отдельно от мозга. Бегу, думаю, деньги надо вернуть. Может, кто-то всю жизнь копил жене на образование. А мне зачем? У меня жена с образованием. Семь классов. Мы с ней с ласточкой обнимемся. Нам вообще ничего не нужно. Абсолютно. Единственное, мы мидии любим. Мы их никогда не видели, не ели. Короче, бегу, думаю, деньги надо вернуть. 10 тысяч долларов в ша, никто не видел, как я их нашёл. Пока я думал, организм прибежал к дому, где он живёт. Два часа ночи. Звоню. Слышу, моя ласточка летит. Открывает. Бледная, как луна. Ни кровинки в лице. Одно страдание. Где ты был? Ты себя ведёшь, как свинья. От тебя несёт свиньёй. У тебя глаза, как у свиньи. Взгляни на часы, свинья. И ушла. Мозг растерялся, спрашивает у организма, за что? Нет ответа. Организм сам спрашивает, а где написано, что я должен с ней обниматься с утра до ночи? Расстроился я ужасно. Жена оказалась чужим человеком. 15 лет чужим человеком в одной постели. Случайно посмотрел в зеркало, перепугался насмерть. В зеркале на задних ногах стоит свинья. И вдруг из темноты стали появляться писатели, которых в школе проходили. Идут один за другим, смотрят из-под лобья. Чехов остановился. И я не ожидал от него. Всё время нам долбили культурный человек. Говорит, верни баксы, козёл. Мозг кинулся к телефону, а организм не идёт. Полное раздвоение личности. Тут жена появляется, прости меня, я накричал на тебя. Ты не свинья, ты орёл. Забудем всё. Ты что, хочешь позвонить? Я поднесу тебе телефон. Ноги прошли сразу. Мозг обрадовался, что я снова могу ходить, бегать, прыгать. Такое счастье. Но руки отнялись. Звонить нечем, чтобы сообщить, что я нашёл 10 тысяч долларов, когда меня никто не видел. Тут Толстой перед глазами. Брови сдвинул, молчит, ищет что-то. Наверное, смысл жизни. За ним Пушкин. Весёлый, энергичный, на месте не постоит. Говорит, ну ты и сукин сын. Я ему Александр Сергеевич, сверчок. У меня же руки отнялись. Он говорит, тогда другое дело. Тут жена, может тебе помочь чем? Набрать номер? Я смотрю на неё, на ласточку. А на что ты так смотришь? Как будто нашёл 10 тысяч долларов США. То есть ещё минуты, и она скажет, где деньги лежат. И тогда человек, который потерял деньги, никогда их не увидит. Мы пулей выскочили на улицу вдвоём. Мозг и организм. Чтобы спрятать деньги, пока жена не нашла. Идём, дождь, как из ведра. Темень, глаз, кали. Стали обходить огромную лужу. Лежит огромный кошелёк. Мы подняли. Там ничего. И, видимо, когда поднимали, выронили первый кошелёк. Тут же раздвоение личности кончилось. Если кто наткнётся на кошелёк, сразу звоните мне. Одному вернуть такие деньги практически невозможно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ